всем доброе утро друзья канал в поисках сокровищ андрюха и лёха находится сейчас возле жутомира они поехали обследовать бункер гиммлера который находится у нас в населенном пункте гуева прям недалеко от жутомира сейчас поеду к ним и посмотрю чем они там занимаются сейчас наберу лёху лёшка доброе утро как там ваша экспедиция еще здесь я сейчас я понял отлично я сейчас подъеду к вам а воде заправляетесь на кой заправки оковская заправка я понял а вы на чем едете все я понял я тут рядышком на уковской заправке сейчас где-то пересечемся да да в этом долго заправляться будете все я тоже выезжаю давай час на трассе где-то увидимся давай давай сейчас лёшка встретимся они тут тоже где-то рядышком на заправке подозреваю что где-то сзади за мной сейчас увижу их где-то лёха как я видео снимаю снимать в этом чем вы занимаетесь расскажи что вы там делаете вот этот бункер гиммлера да 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 реально открываем уже второй день бетонный режим а там его забетонировали в ход ну да там много историй говорили что наш ходили что некоторые решили все забетонировали уже будем понимать а давно забетонировали сколько он не был открыт ну если по нашей творит он на немцы за 45 года и до сих пор туда никто не попадал говорят что под был открытый советское время его забетонировали мы сейчас будем понимаем что бетонировали у них много бетона очень много и еще до 10000 бетон будет очень вот сейчас увижу мы поехали друзья я спешу вам напомнить что по достижению 10000 подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота поэтому обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и ставьте лайки чтобы принять участие в розыгрыше друзья признаюсь вам честно я столько лет живу в житомире и ни разу не был в этом месте где находится ставка гиммлера реально не был первый раз сюда еду если честно сейчас мы посмотрим чем там занимаются алексей с андреем васильевичем вот она смотрите вот она ставочка вот и ребята работают паркуемся и выходим сейчас нам алексей расскажет что-то интересное про этот объект я много интересного рассказывать не мог душки особо не знаю да ну по сути вот этот один из входов сам бункер подземный точно такой же где-то наверное примерно за километра полтора два находится во воинской части но туда как бы вот сам закрыт мы туда никак не попадем доступа на госту там точно такой же то есть это один из входа давай вокруг обойдем я покажу тебе больницу там там зайдем еще внутрь обязательно покажу гидранты пожарные кстати генератор работает немного сумеет и один гидрант находится тоже где-то за полтора два километра ближе к воинской части до сих пор говорят что вот эти подводные гидранты работают то есть не берут воду это дед рассказал а там получается они как скважина какая-то скважина да которая накачивает воду под давление как это реализовано я даже не знаю ничего города вот и гидрант да вот здесь был такой большой колпак и к сожалению его сняли вот сейчас мы полностью полноценный посмотрим возле воинской части там есть целый гидрант такая мощная штука ну и можно теоретически его восстановите качать воду да 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 как-то говорили что у дед еще лет восемь лет назад когда тут все этот большой колпак стоял подлежала пожарка набрали здесь здесь он как нигде сказал есть давление я понял давайте сюда перейдем сегодня точно такой же покажем и по всему городу говорят этих 12 гидрантов находятся где они разбросы на новогувенска да 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 объект очень серьезный то что нам рассказывает о том что после войны был открыт вход мы уже в этом очень сильно сомневаемся потому что пилин бетон и прекрасно видим что бетон совсем не советский реально он видим что консервацию производили немцы была такая история что человека после войны которые сюда спустились разбирали какое-то оборудование сработала какая-то там ловушка и всех 24 человека погибло именно здесь закрыли да да ну это как мы видим что как мы открываем это скорее всего это вот еще один да да это еще но тут уже не рабочий по всей видимости ну да 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 он уже здесь очень печальный хотя несколько лет назад там не знаем их 8 лет назад будет полноценный поехали сейчас заедем тогда на вентиляцию посмотрим поедем сюда в центр города ситры поехали уже да а вот здесь если пройти дальше находится вентиляция одна из вентиляции больше никогда вентиляции здесь не находили я так понимаю не скорее всего что законсервированы где-то скрытие вот если посмотреть здесь вниз диаметр трубы у нас где-то 300 миллиметров и глубина около до 10 метров 8-10 метров головной камеры туда не уронить да кстати мне на лет восемь назад какой-то немножко неадекватный чел спускал туда ребенка головой вниз и он доставал там всякие штуки достопает от танка подоставал в траке и под сигар какой-то немецкий был найден там да там же да ну сейчас там мусору забросали ребенок когда-то спустился он как-то еще туда попытался пролезть немножко пролезть и вот под 90 градусов говорит что вход пошел прямо туда то есть бункер протяженность дала протяженность данного бункера где-то около 15 километров говорит вот этого именно да 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 есть такое предположение что 15 километров насколько это правда мы не знаем никакие схем на сегодняшний день не осталось ничего не осталось ну вы были в этом же под новоград-волынском ну-то новоград-волынский это укрепрайоны линия стальна это совсем немножко другое это наше струю но я понял ну вы что мы были там же там же какая протяженность очень длинная там все засыпано мы даже не они по сути не прошли там не знаю там километры тоже в гульске на гульская мина мужская не надо все верно мы поехали тогда сейчас еще покажем гидрант который полностью собран нормальный а потом зайдем уже рабочий до рабочий вода оттуда идет но я не знаю как бы рассказывать я как бы рассказывать вот и грибы смотри лёг эти на что на вот что-то хопали то раз-раз-раз и так это копательный на ямку закапывали лишь кабель доставали на кабель кабель это скорее сушу может вполне возможно что это может быть а это исследовать но в эту дырку можно так упасть ребенок может упасть кошка 8 метров глубины до 10 короче дальше куда и сейчас поедем в центр съездим посмотрим назад туда приехали мы друзья посмотреть еще на один гидрант вот он находится этот гидрант целый шляпка на месте ключик вот эти что здесь написано арматурен без мби рейч монхейм гидрант тридцать восьмого года да вот можно заглянуть вовнутрь на что там есть даст ты еще еще такой все в смазке какой-то даже прикинь да тоже что-то простреливали вода по всей видимости какие-то дефекты есть но это не проржавела не менее не там железо полноценное нормально это что-то может когда-то прострелил прикинь и рабочий наверняка что процентов на где же рассказывал что рабочие думаю что да если не с того гидранта брали вот это точно также под нахлором я в шоке когда будет войска часть метров 500 600 такой же самый нас находится вход таким там где мы сейчас работаем кстати мы сюда вовнутрь таки не зашли сейчас зайдем здесь вот смотрите ребят жилой массив жилой массив во время войны еще были немецкие склады говорят человек здесь провалился на стадионе провалился залез туда там было много всяких немецких штучек там как понимаю консервы потом снарядочек какие-то были он взял гранату и ему рука оторвала а что случилось с этими подвала и потом просто засыпали просто засыпали ну мне кажется это как бы они прямого отношения к самому бункеру не имеет это просто какие-то дополнительные дополнительные склады были суши может тут на нас и какое поле классное может с этим походить ну я не имею ввиду не сметала искателем не завести герардаром конечно герардаром какие-то эти работы я думаю вполне возможно нового это нужно соответственно разрешение брать в принципе нас есть разрешение но это нужно это шутбольное поле это для детей понимаешь не ну хотя бы понять что там под низом можно можно ну посмотрим нас показана задача того там будем разбираться что едем обратно вернулись обратно заходим вовнутрь да там сейчас очень шуметь будет потому но мы просто посмотрим даже комментировать не будем так Продолжение следует... Друзья, ну что я вам хочу сказать? Масштабы работ, которые проводят ребята, просто поражают. Видели, какая техника работает? Это просто капец. И забурились они всего-то на всего на метр, наверное, полтора метра. А еще бурить и бурить. Ну, в общем, предварительно вход был здесь. А может и не здесь, но как бы... Ребята, когда добурятся, все увидите на их канале. Все, а я погнал дальше по своим делам. Вот такой вот у меня получился небольшой экскурс. Все, ребята, всем удачи. Всем пока. Виолити. Крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования. Уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме. Эксперты оценят находку, предоставят они исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Субтитры создавал DimaTorzok